Февраль не балует теплом, он лишь его предполагает, Под ноги снега накидает, за щеки потрепать готов. Но к холодам уже привыкли, зима закалку нам дала, Но шубы носим мы пока, хотя они уж надоели. Природа все ж свое берет, день помаленечку растет, И радость закрывает нас, зима закончится сейчас. Там лением душа полна, настало время обновлений, Любить, желать и строить планы, мечты в реальность воплощать, Но полно смело так мечтать, пусть снег растает и просохнет, Мороз уйдет, и вот тогда прощайте, матушка, зима! 2 февраля, Евфимий день, назван в честь преподобного отца Евфимия Великого. Родители его, Павел и Дионисия, христиане, происходили из знатного рода. В течение многих лет они были бесплодны, о чем глубоко скорбели. Когда они в одну из ночей пребывали в усердной молитве, Последовало им божественное видение «Утешьтесь, Бог дарует вам сына, Тезаименитого утешителю, потому что при рождении его Бог подаст утешение церквам своим». После этого видения Дионисия зачала с сына. Сегодня народ отмечал день зимнего Евфимия, метельного. В это время устанавливалась самая холодная погода за всю зиму. В этот день предсказывают погоду не только на февраль, но и на масленичную неделю. Традиционно на Евфимии устраивали свадьбы. И все потому, что после Евфимии шла масленичная неделя, После чего наступал Великий пост. И если молодые люди не решали сыграть свадьбу до Евфимия, То им приходилось ждать до самой Пасхи. Потом начиналась посевная весенняя и летняя страда. Сбор урожая в итоге свадьба откладывалась до осени. Приметы. Если на Евфимии зимнего в полдень солнечное тепло к ранней весне. Если сегодня день теплый, метели могут быть в течение всего февраля аж до середины марта. Ветреная погода сегодня в полдень к дождливому лету. Изморозь сегодня к ночным заморозкам. Сегодня нельзя поднимать в земле мелкие деньги. Это к бедности. Все сны, которые снятся на Евфимии, следует толковать наоборот. Пойдем на второй кружок, дружок. Дружок, а не пойти ли нам на второй кружок. Если говорить по биоритмам. Я уже указывал, что все у нас, вернее, природные циклы, работа организма, они все к ним привязаны. Что творится в окружающую планету пространстве. Кто творится на ней. Ну и естественно жизнь подчиняется всем этим движениям энергии. Есть. Бушует. Нету. Затаилась. Ну первые 72 дня как раз активно печень и желчный пузырь. То есть те органы, которые дают обновление всем жизненным процессам в организме. К обращению, пищеварению, главное обмену веществ. Печеночка, если хорошая, то организм мощный, выносливый и очень жизнеспособный. Поэтому следить за ней весьма важно. При этом не обязательно чистить. Это мы, так сказать, крайние меры. Важно вести такой образ жизни и питания, чтобы наша печеночка вольготно себя чувствовала. Жилчеотделение было постоянное. Ничего не задерживалось. И тогда все будет очень-очень хорошо. Далее, после первых 72 дней, должны последовать 72 дня активности стихии Земля. Но вот тут все очень хитро сделано. Оказывается, энергия, вот эта вот стихия Земли, она находится в центре. Я для себя разбирал там, например, макета особого. Как-то я даже-то рассказывал. Так вот она, сколько там, 4 раза, 4 раза по 18 дней проходит через центры, набирая те же 72 дня. Можно так сказать, даже 72 градуса. Но о градусах не будем говорить, чтобы не сбивать вас с толку. Так вот, как раз, что у нас вот в центре расположено нашего организма. И почему она так вот, знаете, через каждые 72 дня. То есть, в центре нашего организма расположен там желудок, селезенка, поджелудочная железа. Ну вот, все, что под диафрагмой. Вроде бы как ясно и понятно, да? Но, оказывается, в центре, можно так сказать, любой ткани, а особенно конечности, а особенно туловища, лежит костный каркас. И костный каркас, это не просто, вам знаете, арматура, на которую тут все понавешали. А в ней имеется костный мозг. Понимаете, мозг имеется. Не хрен собачий, а мозг. Так, оказывается, вот этот вот мозг костный, если он у вас активен, если у вас он молод, если он у вас здоров, то он, согласно зрению современной науки, вырабатывает стволовые клетки. Так вот, знаете, сказаны стволовые клетки. Это такие клетки, которые распространяются, образуются в костном мозге, выходят в кровяное русло, разносятся по всему организму и замещают отжившие клетки. Вот что интересно. То есть, именно костный мозг, работа его, позволяет вести обновление, своевременное обновление нашего организма. И если он активен у нас, то то тело имеет вот крепость, такую необыкновенную крепость и здоровье, которое мы только слышали, вот у того человека, у всего человека. вот это важно понимать. Поэтому он, костный мозг, вот этот вот, активен через каждые 72 дня. То есть, он дает вот этот вот импульс. 72 дня, джик, 72 дня, джик. Об этом нигде не говорится, не сказано. Это я уже пришел путем своих собственных умозаключений, наблюдений и прочего-прочего. Чтобы вы понимали, в костную ткань, костную ткань, это не просто там какая-то, знаете, у нас там ткань, в которую можно скручивать шурупы, вставлять штырьки для зубов там, забивать искусственные суставы. Это очень важный, уникальный орган в нашем организме, который необходимо беречь, с которым необходимо разумно работать. Кстати, гравитационная гимнастика позволяет с ним наиболее активно, эффективно работать. Просто целенаправленно, что удивительно. кстати, сейчас опять-таки я вам видосик привел, где врач скорой помощи рассказывает о том, что какие страшные вещи творятся в больницах. Надо, не надо поставить стенд, надо, не надо там какая-то проблемка, а заменять сустав, когда оказывается все, что там можно восстановить естественным путем. Если приложить свой собственный ум и работу, а если, конечно, жить самотеком, да, испортился, так испортился, все, вставляем суставы, все такое.